Добрый день. Собираем простой лабораторный блок питания. Нам понадобится любой трансформатор на подходящее напряжение. Можно использовать готовый блок питания, в регуляторе напряжения и силы тока меняем подстроечные резисторы на переменные резисторы, подключаем вольтметр и амперметр, коммутируем остальную мелочевку. Все детали соединяем и собираем в корпус. В блоке питания присутствует двойная защита от короткого замыкания. Вот такой лабораторный блок питания у меня получился. Лабораторный блок питания для радиолюбителя из подручных деталей, собирал из того, что было. Можно купить готовый, можно собрать самому это решать вам. Покажу и расскажу про этот лабораторный блок питания, который я сделал давно и до сих пор использую. Лабораторный блок регулирует напряжение от 1,5 вольт до 60 вольт и ограничивает силу тока от 50 миллиампер до 14 ампер. Неплохие результаты, согласитесь. Блок питания собрал из того, что было, недостающее докупил. Использовал готовый корпус, который мне отдали. Встроенная розетка в корпус пригодилась, дополнительный бонус, можно подключить паяльник или любое дополнительное устройство на 220 вольт по желанию. Разъем питания 220 вольт использовал от компьютерного блока питания, шнур питания тоже. Использовал трансформатор тероидальный на напряжение 19 вольт, диодный мост и конденсатор. Разъемы предохранителя для защиты по току, купил переключатель, понижающий и повышающий регулятор напряжения и многооборотные резисторы для удобства регулировки. Установил на панель, ими заменил подстроечные резисторы в понижающем и повышающем регуляторе напряжения, вольтметр и амперметр для отображения напряжения и потребляемого тока. Лабораторный блок питания регулирует выходное напряжение и силу тока, имеет два режима работы. Первый режим выходное напряжение регулируется от 1,5 вольт до 30 вольт при токе до 5 ампер. При напряжении 1,5 вольт сила тока достигает 14 ампер. Второй режим напряжения регулируется от 30 вольт до 60 вольт. Сила тока при напряжении 60 вольт около 2 ампер, при напряжении 30 вольт сила тока 5 ампер, увеличивая напряжение, уменьшается сила тока, физику не обманешь. Мощность трансформатора около 150 ватт, нежелательно превышать мощность трансформатора. Для большинства задач это лабораторный блок питания можно использовать, например, зарядить аккумулятор, даже автомобильный, проверить работу при разном напряжении разных устройств, схем подобрать оптимальный режим работы для светодиодной ленты, светодиодов, реле, моторчика и много всего, где надо плавно изменять напряжение и ограничить силу тока. При наличии тепловизора можно увидеть, найти неисправный элемент на плате. Для мелочевки экспериментов я чаще использую этот простой блок питания, который может справиться с большинством задач. Схему на бумаге не рисовал, она очень простая, собирал схему с головы. Могу нарисовать, если решите повторить. Пишите. Для более серьезных задач, где надо точно стелеснять данные работы устройства, я использую цифровой лабораторный блок питания, более точные и мощные, регулирует напряжение от 0 до 60 вольт с точностью напряжения 10 милливольт и сила тока с точностью 1 миллиампер, мощностью 300 ватт. Можно подключить к компьютеру, полностью управлять напряжением и силой тока, снимать показания, строить графики и так далее. При напряжении на выходе 60 вольт и силе тока 5 ампер не сильно греется, программное ограничение в 5 ампер больше на нем не выставить, хотя запас мощности есть. Собрал блок тоже из того, что было. Покупал только модуль управления, остальное нашлось в закромах. В блоке установил дополнительные контакты с переменным напряжением 5 вольт, 36 вольт и 42 вольта, частотой 50 герц. Сделал дополнительную защиту от короткого замыкания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова